А в продолжении Александра Штемплевска, обзор чрезвычайных происшествий и нелегкая работа бойцов МЧС. В Минске на улице Якубовского горела съемная квартира. Очаг возгорания находился на девятом этаже в жилой комнате Однушки. Судя по обстановке, первым вспыхнул диван. По всей видимости, мужчина, который снимал квартиру, заснул с сигаретой в руках. Специалисты уже высказали предположение, что причина пожара как раз в неосторожном обращении с огнем. Так что к стоимости аренды хозяева наверняка приплюсуют и цену капитального ремонта. Большая вода отрезала от большой земли. В Славгородском районе подтопила дороги. Из-за повышения уровня в реке Проне оказались затоплены сразу два участка между деревнями Летяги и Улуки. При этом жизнь в поселках не остановилась, вот только связь с другими районами держат по объездному пути. Специалисты продолжают следить за гидрологической обстановкой. Заглох и больше не завелся. Во время вырубки леса в Ивьевском районе загорелся трактор. Языки пламени вырывались из моторного отсека. Оператор машины позвонил в МЧС, а сам пустил в ход огнетушители. Вскоре на помощь прибежал коллега и принес еще четыре аппарата. Вдвоем они смогли сбить огонь до приезда пожарных. Наиболее вероятной причиной называют короткое замыкание в моторном отсеке. Известно, что трактор был застрахован и выпады покроют урон от пожара. В Зельве бойцы МЧС отстояли дом у огня. В этом им помог случайный прохожий. Это он заметил на участке клуба дыма. Оказалось, владелец постройки живет в соседнем доме, а за родительским присматривает, иногда протапливает. Также хозяин поступил и накануне пожара. Супруга растопила печь, не заметила ничего подозрительного и пошла спать. Вероятно, ночью произошел перекал печи. Огонь повредил стену и перекрытие. И хотя имущество сильно пострадало, сама постройка уцелела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова